Вечерней форме получения высшего образования – быть. Об этом неоднократно говорил во время нашей беседы первый проректор Брестского государственного технического университета Вячеслав Драгон. Несмотря на то, что пока на некоторых специальностях существует небольшой недобор, приток абитуриентов всё же есть. Тем более профессии, предлагаемые на вечерней форме получения образования, сегодня перспективные. На эту форму принимали абитуриентов после колледжей по соответствующей специальности. Мы сократили срок обучения до 3,5. Это мы можем и имеем такое право. Мы сделали учебный план таковы, чтобы продолжить обучение после колледжа и получить специальность через 3,5 года. Вечерняя форма получения образования – это вид очной формы обучения, отличающейся лишь временем проведения занятий и меньшей стоимостью обучения. Однако технические специальности всегда были и остаются довольно сложными. Многое приходится постигать дома в свободное от учебы время. Это, с одной стороны, и пугает абитуриентов вечерней формы. Загруженность на работе может не позволить полноценно готовиться к занятиям. Зато есть другой бонус. Лекции, лабораторные и практические занятия выполняются под чутким руководством педагогов, что делает учебный процесс более доступным для восприятия. Вечерняя форма образования является очной формой образования. В этом его и преимущество. То есть учебный процесс организован в университете. Это очень трудоемкая для студента форма обучения, потому что приходится работать, а затем вечером четыре раза в неделю по две-три пары, начиная с 16-20, работать в аудитории. Современная система высшего образования предлагает широкий спектр возможностей для получения качественных знаний. Обучение на дневной, вечерней, заочной и дистанционной формах. Использование новых оборудованных кабинетов и филиалов кафедр для более доскональной практической подготовки. Посещение ознакомительных и производственных практик. Все это помогает вузам готовить высококвалифицированных специалистов, профессионально подготовленных, работать на предприятиях и в организациях.